Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси, Господи. Речи Господь от лживых пророк, иже приходят к вам во одеждах овчьих, внутрь же суть волцы-хищницы, от плод их познаете их. И да обемблют от терния грозды, или от репия смоквы, так о всяко древо доброе плоды добрый творит, а злое древо плоды злы творит. Не может древо добро плоды злы творите, не древо зло плоды добры творите. Всяко оба древа, ежи не творит плода добра, посекают е, и во огонь вметают. Тем же оба от плод их познаете их. Не всяк глаголями Господи, Господи, внидет в Царство Небесное. Но творяй волю Отца Моего, иже есть на небесех. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня вторник, 2 июля, и в этот день Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Матфея, 7 глава с 15 по 21 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огни. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Так такое евангельское чтение, дорогие братья и сестры, в этот день Церковь нашему вниманию предлагает. Мы с вами уже говорили, что шестая и седьмая главы Евангелия от Матфея содержат в себе повествование Нагорной проповеди. И вот в седьмой главе Евангелия от Матфея содержится третья часть Нагорной проповеди, которая говорит Господь окружающему его народу. В этом небольшом евангельском отрывке Господь предостерегает нас от лжепророков. Кто же такие эти лжепророки, которые приходят к нам в шкуре овечьей, то есть, как говорит Господь, внешне они выглядят благочестиво, то есть, подобно и всем окружающим их людям, ничем не выделяются, но внутри есть волки хищные, то есть те, которые нас могут растерзать и погубить, погубить стадо, да, стадо как образ Церкви Божией. Толкователи Писания здесь под лжепророками усматривают в первую очередь еретиков. И действительно, в жизни Церкви, начиная с апостольского периода и заканчивая нашим временем, таковых в жизни Церкви появлялось довольно-таки большое количество. И в Древнюю Церковь всегда боролась и старалась сохранить чистоту церковного учения, сохранить чистоту исповедания веры, ибо это очень важно. Мы с вами говорим о исповедании, мы с вами говорим и о догматах веры, но зачастую не понимаем необходимости и важности знания своего вероучения. Мы помним, что, как я сказал ранее, Церковь всегда боролась и сохраняла чистоту веры. Для этого собирали вселенские соборы, многочисленные апологеты писали в защиту веры, в защиту каких-то отдельных положений в тех или иных богословских спорах. Начало вселенских соборов было положено в 1935 году в городе Никей, когда при императоре Константине Великом был собран первый вселенский собор, осудивший, волновавший тогда, в начале IV века, ересь Ария. Ну и в последующем вселенские соборы собирались, и Восточная Церковь знает таковых семь. И последний также проходил в городе Никеев в 787 году, который боролся с ересью иконоборчества. И вот на протяжении этих соборов делом этих соборов было установление тех или иных положений. Но тот привычный нам символ веры, который мы исповедуем, который мы поем из-за божественной литургии, начинающейся со слов «верую во единого Бога», он был составлен как раз-таки на первых двух вселенских соборах. На Никейском в 325 году и 381 году на Константинопольском. Отсюда и его название. Никея – цареградский символ веры, и в этом символе веры содержатся основные положения веры христианской, от которому ничего добавить или убавить нельзя. И не случайно церковь вела всегда такую активную борьбу против этих лжеучителей, против, как можем сказать по слову евангельскому, лжепророков. Почему? Потому что мы с вами должны понять, что догматы, они всегда имеют нравственное приложение. Иными словами, если мы подумаем о том, что мы можем верить, так как нам в голову взбредет, и не поверять свои представления с тем, как об этом учит церковь, как это излагается в Священном Писании, то наша духовная жизнь будет таким же представлять тоже что-то непонятное, что находится и будет находиться в нашей голове. И вот некоторые богословы всегда предлагают такой пример для нашего внимания. Вот если сравнить заповедь и догмат, их отношения друг с другом, можно ли сказать, что есть что-то выше или что-то ниже, или как они вообще соотносятся между собой? И ответ будет очень понятен. Заповедь, как мы видим, их дает Господь в Евангелии, или заповедь Моисея, Моисеева, диколог, который Бог дает народу. Но догмат есть также богооткровенная истина, преподаваемая и усвояемая церковью, как общая обязательно истина для всех верующих христиан. И вот если мы попытаемся сравнить эти два понятия, их отношения между собой, то поймем, что догмат есть основание нашей веры, основание заповеди. Ибо если мы не знаем, кто есть Бог, мы тогда не сможем ответить, что Он от нас хочет, ради чего пришел Господь, мы не поймем, как выстраивать нашу духовную жизнь. От этого возникают и серьезные проблемы у каждого христианина. Ибо если он не понимает своего вероучения, не знает его, тогда его духовная жизнь может расстроиться, и он может попасть в глубокую пропасть. И в конечном счете даже может погибнуть из-за этого. От этого Господь предостерегает, в частности от этих лжепророков, еретиков. Но под ними некоторые толкователи усматривают непосредственно и самих фарисеев, которых также Господь именует вождями слепыми, то есть непонятно куда ведущими за собой народ, непонятно как толкующими писания и так далее. Лжепророками некоторые толкователи видят здесь и вообще безбожников, то есть людей обольщающих прочих, то есть предлагающих некую пустышку вместо Бога, говоря о том, что Бога нет. Собственно, все это дело, вот эта ложь, она происходит от дьявола, ибо дьявол всякий раз пытается человека от пути правильного сбить, сбить человека с толку, предлагает всегда ему какой-то обман, потому что он есть отец лжи, по слову священного писания. Поэтому таковых лжепророков следует остерегаться. Но как понять, кто этот человек перед нами, о чем он говорит и глаголит? Господь здесь явно нам указывает о том, что мы узнаем их по плодам их, то есть не может плодо, простите, дерево доброе плодов худых творить. То есть от плода доброго, от дерева доброго рождаются и добрые плоды. Это внутреннее состояние, состояние такого лжепророка, лжеучителя, состояние такого какого-либо еретика или человека заблуждающегося. Это состояние прелести, это состояние гордости, в котором он постоянно пребывает. Это состояние злобы и агрессии к окружающим. И это легко раскусить и легко понять. Поэтому Господь и говорит, что вы увидите, что дерево такое, рождает и такой плод. Внутреннее состояние человека, находящегося и людей, отворачивающего от пути истинного. Это состояние прелести, состояние лжи, лукавства, гордости и тому подобное. Об этом Господь говорит, вы легко узнаете. И в конце этого небольшого евангельского отрывка нашему вниманию предлагается очень важный стих. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Это очень важные слова Спасителя, о которых нам стоит подумать и рассудить, о чем же здесь идет речь. Ну, на этом сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами прервемся, ибо с этого стиха начнется следующее евангельское чтение, евангельское чтение среды. Ну, а мы с вами на этом сегодня прощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч. Храни вас Господь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!